здравствуйте добро пожаловать на канал на галина тюри меня зовут елена я занимаюсь созданием украшения ручной работы сегодня хочу переделать комплект кореи серьги это у меня комплект из лазурита сейчас переделать я его хочу потому что во первых тут некоторая фурнитура так износилась и вот и еще потому что я его как износилась она сама по себе попортилась его редко носил да все вроде вот знаете так смотришь нравится но почему-то не носится в общем я решила его переделать чтобы все таки он у меня не лежал а носился и плюс ну конечно убрать эту фурнитуру которая вытерлась давайте я его вам принципе просто вот он чокер на бусина лазурита бусина стекла здесь бусина лазурита проставлено это вот такой фурнитура золотого цвета бусина гематита и вот рондели с кристаллами до сережки вообще очень простые капельки лазурита шапочки такие стрекозки тут и вот эти крючочки все очень просто все давайте сережек начну смотрите стрекозы в хорошем состоянии шапочки тоже вот крючки они были из нержавейки но смысле есть из нержавейки вернее обещали что это из нержавейки сверху покрытие в общем это покрытие очень быстро стала слазить при том что их носила ну минимально и под ним оказалось видимо нержавейка потому что у меня прям на нее реакция уши чешутся сильно так что да крючки такие вот не рекомендую они стильные стильные хорошо так смотрится но вот не понравились так что серьги надо переделать дальше по колье смотрите вот этот главный элемент стрекозка в прекрасном состоянии с гематитом но понятно ничего не произошло вот эти рондули я их уберу заменю потому что они все равно темнеет как бы не критично потому что тут металла плохо видно все равно буду менять и это меню уберу так стекло окей а вот смотрите здесь вот эти вот колпачки в золотом цвете они совсем почернили причем не знаете их пыталась чистить но не так не чистится обжимная бусина не из нержавееки просто обычными тоже очень быстро потемнел она так это тоже летима колечки а мне не из нержавейки потому что потенены потемнели они тоже очень быстро и вот этот вот замочек но замочек ничего так потому что он и недорогойpaid ни сидишь Но я, наверное, поставлю все-таки другой в следующий раз. Вот эти замки, конечно, чуть-чуть даже обидно. Они такие симпатичные, но не очень хорошо носятся, и увы я. Так, ну а тут у меня, видите, была удлинительная цепочка. Я тогда на тот момент как бы поставила, какая была. Но вот эта цепочка алюминиевая в золоте, таком светлом, она прекрасная. Я ее еще использовала в других украшениях своих. И она вот чудесна совершенно. Она не теряет своего вот этого цвета, такое светлое золото красивое. Она легонькая, ну прям такая крепенькая. Ну, в общем, замечательная цепь. Так что да, эту цепочку я или поставлю, или... Ну, в принципе, я и не буду выбрасывать, потому что она хорошая. Так, ну вот так. Теперь у меня... Сейчас покажу, здесь такая коробочка с лазуритом. Тут он разный, у меня тут капли есть, круглые бусинки, вот такие квадратненькие. Так что я подумаю. Кругленькие есть. Видите, тут у меня были бусины такие продолговатые, овальные, а были круглые таблеточки. В общем, я подумаю, что я хочу делать. Наверное, даже и не чокер. Вот, может быть, побольше металла, поменьше лазурита. Может быть, даже не в золоте, а в чем-то другом. В общем, подумаю. Сейчас разберу его и начну думать, что же мне все-таки сделать себе. Вот. Ну, единственное, что сделать я хочу, что-то не очень замудренное и очень такое повседневное, чтобы его реально носить, чтобы он у меня не лежал. Так, ну, как всегда в моем случае, у меня сначала сережки вот тут получились, смотрите. Вот такие вот я решила сделать. Белая бусина, бусина лазурита, вот эта стрекозка, цепочка и вот это гематит. Я убрала гематит, который я там раньше использовала, потому что с тех пор я купила вот такой, видите, больше такого, ну, лимонного цвета гематита. Такой вот золото цвета, подходящий к вот этим стрекозам. Ну, и швензы я вот сделала из нержавейки вот такие вот. Они, конечно, тоже темнеют через время какое-то, но они хотя бы уши не раздражают у меня. Такие вот небольшие сережки. Так, с калей получается вот так. Оставить стрекозу посередине, крупные бусины здесь, добавить вот этот белый, мне кажется, с белым хорошо все-таки. Вот этот гематит более светлый. Бусины, то есть бусы будут вот досюда, то есть это половина, остальное вот... Когда соберу бусы, там решу, какая длина будет уже цепочка. Вот. Тем более я так смотрела, она прекрасно носится, поэтому так-то хорошо будет комбо бусы и цепь. Вот. А сюда еще я вот хочу приделать вот такую-то весюлечку вот и сделала. Вот. Ну, просто вот как гроздью собрала. Единственное, что я взяла за основу вот эту цепь и на нее вот подвесила бусинки. В общем, тут, видите, еще положила из такого составенного золота, шапочки и вот такие ромашечки маленькие. Ну, посмотрю опять же, как им надо будет, не надо. Вот эти вот бусинки, смотрите, стеклянные, которые были в колье сначала, я их использовать не буду, потому что у меня есть бусины лазурита, эти не хочу использовать сейчас. Вот. А собирать я буду бусины на тросик. Тросик у меня такой потолще, ну и 45. И вот эту вот стрекозу ее нам будет приделать вот сюда, я думаю. Вот так я взяла трубочку, ее подвешу. Вот. И, наверное, еще я вот эту подвеску вот думала, наверное, привешу на стрекозу. Потому что у нее хвостик замут, его можно даже еще чуть больше загнуть, если надо. Хвостик пусть висит вот так, наверх. Симпатично. Соберу второй половину. Мне нравится. Единственное, что вот... Сережки мои. Так, естественно, что вот эта стрекоза ее болтает, потому что здесь, видите, она заваливается. Эта стрекоза ее вот мотает по этой палочке. Палочку я поставила, потому что там, где крылышки, туда бусинки сильно-то не... То есть, что-то нужно поставить, я решила просто поставить такую золотую палочку. Ну вот, видите, я поставила две обжимные бусины вот здесь. Так, ну вот так. Все-таки собирать мне как-то проще на этом, на коврике тогда уже. Сейчас я хочу поставить газету-защиту для тросика. Захожу через гримпу опять. Вот так. Так, подтягиваю как следует здесь. Вот здесь. Закрываю гримпу. Вот так. Вот. Это простой. Простая сторона. Так. Ну вот. Теперь вторая сторона. Вот здесь уже сложно. Так, тут я с длинным этим не имею дела, я его обрежу. Вот. Я оставлю такой нормальный длинный, но обрежу все же. Вот так. Теперь надеваю гримпу. Надеваю в защиту. Защита. С другой стороны. Кримпа. И теперь нужно пройти в бусинке. Так. 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 Теперь тут нужно подтянуть. Я как бы так вот обычно смотрю, чтобы оно не было перетянуто. То есть, и чтобы не болталось оно. И чтобы не было перетянуто. Потому что я вот, как бы, знаю по себе, я очень часто перетягиваю вот этот тросик. И потом приходится его вот. Я так смотрю, чтобы не стояли они колом, эти бусы. Уж не знаю, как лучше это объяснить. Потому что они же будут висеть. То есть, вот так вот возьмите и потрясите, что ли. Вот как-то, чтобы они все-таки... Была в них какая-то гибкость небольшая. Так. Это еще хороший момент, чтобы проверить, что у вас симметрично все. Если симметрия нужна. Вот. Ровное количество бусин. Одинаковое. Ну, вот как-то так. Теперь. Кримпу здесь тоже закрываю. И обрезаю вот здесь тросик. Почему я его туда, как бы, подтягиваю? Вот сюда. Ну, вот. И обрезаю, чтобы его кучик спрятался в бусинке. Ну, вот так. В общем, вот такие... Ой, клички. Вот такие бусики, получается, у меня вышли. Вот так. Сейчас дело осталось за малом. Нужно прикрепить замочек. Вот так. Вот так. Цепочку я пропшаю, соответственно, прикрепляю соответствующим образом. Вот так. Вот так. Вот одна сторона. Вторую сторону тут еще проще. Просто вот так. И вот так. Ну, вот, собственно, все готово. Я тут даже обжимные бусины ставить не буду, потому что они ярко-желтые получатся. Мне кажется, так даже оно как-то и незаметнее. Ну, в общем, получилось вот так. Ну, вот такой комплект у меня получился. Видите, серьги у меня, здесь лазурит, белые бусинки, гематит, стрекозки и вот цепочка. Я, во-первых, собрала вот такую кисточку на цепочке из лазурита. Прикрепила ее к стрекозе. Стрекозу саму подвесила на палочку золотую. Чтобы стрекоза не болталась, я поставила обжимные бусины, чтобы ее удерживать. Далее собрала бусы сами на тросик. Использовала просто меньше бусин. Использовала круглый лазурит и вот этот овальный. Белые бусины стеклянные, немножко фурнитуры, совсем и гематит. Длину бус я добрала цепочкой. В общем, получилось у меня вот так. Посмотрим, как носится будет этот вариант у меня. Пишите, что вы думаете про переделки. Переделаете ли вы часто свои украшения? Делаете ли вы украшения один раз и надолго? Или предпочитаете сделать, как нравится сейчас, а потом, если что, переделать? В общем, пишите. Спасибо большое за внимание. До свидания. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok